Добрый день дорогие гости нашего мероприятия. Сегодня мы поговорим о морфогенезе. Всего люди взрослые и прекрасно осознаете, что внешний вид живого организма это одна из его адаптаций к жизни в окружающей среде. Адаптация формируется в ходе эволюционного процесса и эволюционный процесс работает живым организмом скорее как скульптор с глыбой камня, чем как художник, который работает с чистой идеей. Скульптор вынужден учитывать неровности, трещинки камня, с которым он работает и соответственно эволюционный процесс всегда происходит так как это это позволяет этому, позволяет физико-химическая структура самого живого организма. Сегодня мы с вами рассмотрим этот процесс на очень простом примере, а именно на примере бактериальной клетки. Собственно, бактерии возникли примерно 3,8 миллиарда лет назад и первые из них скорее всего представляли собой капельки цитоплазмы, покрытые цитоплазматической мембраной. Нечто похожее вы можете видеть на слайде. Собственно говоря, из современных бактерий такую структуру имеет только маленькая группка под названием мекоплазмы. На схеме вы можете видеть мекоплазму, мембранку, внутри цитоплазма, рибосомы, ДНК. ДНК нарисована не совсем правильно, она должна быть замкнута в кольцо, но что есть то есть. Вот, собственно говоря, как мекоплазмы выглядят вживую. У мекоплазм по большому счету формы никакой нет, как скорее всего ее не было у первых бактерий. Какую форму капельки придаст окружающая среда, такое на форму и будет. В чем проблема такой структуры клетки? Дело в том, что в цитоплазме большинства бактерий, как правило, концентрация солей, низкомолекулярных веществ и тому подобного гораздо выше, чем в окружающей среде. Это приводит к тому, что вот эти вещества сами по себе не способны дефундировать через мембрану, но это не следствие, понятное дело. Но, вследствие их неспособности дефундировать через мембрану, вода, которая через мембрану дефундирует, стремится выровнять концентрацию этих веществ по обе стороны мембраны. Вода дефундирует в клетку гораздо быстрее, чем из клетки, в результате чего клетка банально лопается. Как по-вашему, почему такое несчастье не постигает микоплазма? А причина очень проста. Микоплазма это практически всегда либо паразиты, либо сапрофиты. Они уже живут внутри нас с вами, внутри растений, внутри других живых организмов, в которых концентрация всех вот этих веществ, которые могут спровоцировать неравномерную диффузию вода через мембрану, она одинаковая уже в среде, в которых они живут. Они в этом просто не нуждаются. Большинство других бактерий живут отнюдь не в таких тепличных условиях. Когда-то, на очень ранних этапах своей эволюции, бактерии столкнулись с этой проблемой, и они ее решили. Решили очень просто. Они синтезируют вокруг клетки сеточку из особого вещества под названием дидогликан. Его еще называют муриин. И структуру муриина вы видите на слайде. Как видите, все очень сложно. Этому все мы не будем обсуждать. Нас всего лишь интересует то, что дидогликан — это по структуре функций что-то вроде крючушки, которая состоит из маленьких мономерчиков, которые плотно вверх с собой соединены. Муриин синтезируется, как я уже сказал, из маленьких субединичек, которые собираются на мембране, как вы можете видеть на слайде, и транспортируются наружу особыми белочками. Вот эти прямоугольнички, темно-желтые, которые вы видите на слайде, это, собственно говоря, и есть белочки, которые транспортируют субединички муриина. Субединица муриина, попадая наружу, другими специальными ферментами встраиваются в пептидогликан. Сначала в нем делаются разрезы, потом в него встраиваются новые субединички. И так пептидогликан растет. То есть, как вы видите, клетка решила проблему. У нее есть нечто, что следует противодействию астматическому давлению, и в то же время она может расти. Если клетку распоряется внутри астматическим давлением, и она синтезирует, как всегда, трудную оболочку, относительно трудную, какую она, по-вашему, примет форму? Абсолютно верно. И, собственно говоря, вполне возможно, что древнейшие бактерии из пептидогликановых слеточной стенки как раз шариками и были. К слову, шарообразные бактерии в микробиологии традиционно называются копками, у греческого копа с ягодой. Но тут есть проблема. Во-первых, у бактерий все биохимические процессы происходят в объеме цитоплазмы, а обменивается веществами она через поверхность слеточной мембраны. Во-вторых, у шарообразной клетки, как правило, если у нее есть жгутик, пользуясь этого жгутика практически никакой. Третья проблема. Как вы помните из школьного курса стереометрии, если поверхность соприкосновения шара с плоскостью, это точка. А по этой теме в жизни важно фиксироваться на поверхности, а там, как правило, наибольшая концентрация разнообразных ништяков, растворенных питательных веществ и тому подобное. Вернемся к первому нашему пунктику. Какой самый простой способ решить вот эту проблему первую? Неправильного отношения поверхность-объем. Как увеличить количество поверхности, которое приходится на поверхность объема для бактериальной клетки? Как положено? В том числе. Но технически это оказалось, судя по всему, сложно. Поэтому бактерии придумали другой способ, а именно они приобрели полочковидную форму. Собственно говоря, немножечко ровнемся к нашим кокам. Из современных бактерий далеко не все имеют вот коковидную форму, которую я сказал, которая такая вот вся из себя неблагоприятная. Одна из этих, это в основном две группы бактерий. Первая, это паразиты. Вторая, попробуйте угадать, молочные продукты. Почему? Потому что эти среды богаты питательными веществами. Там не надо никак играться с отношением поверхности, объем никак менять свою форму. Достаточно быть коком. И, собственно говоря, на слайде вы видите стриптопопа стермофилиус, бактерию, которая в компании с некоторыми другими молочнокислыми бактериями обеспечивает нас йогуртом. Значит, чтобы решить вот эту проблему отношения поверхности объема, у разных бактерий выработалось достаточно много разных приемов. Как правило, все эти приемы сводятся к тому, что бактерия как-то меняет свою форму и как-то меняет свой размер. Вот это, по сути, два кита морпогенеза, о которых мы сегодня будем говорить. Если бактерия имеет какую-то определенную форму, это значит, что она каким-то определенным образом играется со своей формой и каким-то образом со своим размером. Самая распространенная форма у бактерий какая? Палочка. Балочковидная форма у большинства бактерий обеспечивается достаточно просто. Есть особый белочек, МРГБ, который образует спираль, находящуюся непосредственно под фитоплазматической мембранной клетки, которая проходит от одного полюса клетки к другому. Эту спираль вы можете видеть на слайде. Собственно говоря, как работает МРГБ? Он притягивает на себя вот эти вот белочки, которые транспортируют наружу субединички Муриина, о которых я вам показывал на дивке, которую вы могли видеть. В результате этого Муриин встраивается в растущую клетку не хаотично, а таким образом, что клетка растет в виде палочки. Когда она достигает определенного размера, определенный механизм, специальный механизм, который запускает деление клетки по достижению определенного размера, соответственно, клеточку делит. Зарождающийся молекулярный аппарат клеточного деления вы видите в центре рисунка в виде желтого колечка. Такую форму имеют кишечная палочка, осенная палочка и ряд других бактерий. Проблема в том, что вот эта форма, эта форма, паучковидная, она неудачна, если бактерии жизненно важно предприняться в какой-то твердой поверхности или передвигаться в каких-то вязких субстратах. Такая потребность есть у многих бактерий. Самое эффективное ее решение это как-то изыкнуть форму. Решается очень просто. Особый белочек, крисцентин, который есть не у всех бактерий, но у некоторых, полимеризуется в виде нити, которая в отличие от МРГБ расположена не по спирали, а всего лишь с одной стороны палочковидной клетки. То есть клетка уже должна быть палочковидной, заметьте, для того, чтобы так менять свою форму. Этот белок инкибирует, в отличие от МРГБ, который способствует образованию локального муриина, он способствует образованию, отсложению, препятствует образованию муриина, по-собращению, в определенном участке перешней стенки, в определенном участке клетки. Клетка растет с одной стороны быстрее, чем с другой, и сгибается. Бактерии с клетками изогнутой формы называются вибрионами. Если же механизм деления, механизм, который запускает деление перешней стенки, работает так, что позволяет клетке вырастать больше, чем 2-3 микрометра в длину, то спираль, то молекула вибрила Костентина приобретает несколько завитков, и, соответственно, клетка, которая несет спиралевидную форму, такие клетки называются спирилами. Самый известный пример вибриона. Холерный вибрион, который в свое время выкосил очень много людей, к большому сожалению, и до сих пор, к сожалению, не искоренен на земле. Хороший пример спирилы это хеликобактер пилори. Возбудите бактерии, это единственное способное существовать в человеческом желудке, и вызывающая язву, достроит, возможно, не только онкологические заболевания желудка. Проблема в том, что далеко не все бактерии живут в таких богатых средах, как, например, наши с вами тела, молоко, или даже более бедных, чем морская вода. Для них, как вы понимаете, особенно критичным становится вот эта проблема неприятного низкого отношения поверхности-объема. Не хватает поверхности, чтобы питательное вещество каким-то образом закрепать, скажем так, образно говоря, закругающие среды. Как вы предполагаете, как в таком случае можно решить вот эту проблему отношению поверхности-объема? Это образование парстек. Собственно говоря, есть такая вот бактерия, колобактер пресцентус. Живет она в природе, в верховых болотах, в всяких прудах, озерах с чистой водой, и в не в природных условиях, в частности, в западноевропейских водопроводах, где вода после интернет-геническим стандарта питьевая, но этого содержания растворенных веществ достаточно для того, чтобы колобактер там себе спокойно жил. У колобактера клетка с одной стороны образует узкий вверх, так называемую простеку. То есть объем клетки при этом увеличивается незначительно, а площадь растет очень сильно. Плюс еще колобактер крепится кончиком этой простеки к стенке твердому субстрату, например, к стенке трубы, в которой ему повезло обитать, и немножко возвышается над поверхностью. Его не сносит течением и так далее. Вот здесь вы видите слева рисуночек колобактера, крайне слева, справа нескольких его близких родственников. Все эти микроорганизмы образуют одну или две простеки, и, собственно говоря, зелененьким отмечены зоны, где концентрируются специальные белки, которые регулируют накопление трецидагликанов. Они расположены как правило на основании пострече. Вот еще одна схема, индустрирующая внутреннее устройство, образно говоря, колобактера. Синеньким вы видите спираль, образованной белочком мребе, красненьким. Это, соответственно, фибрилла крестцентина. К сожалению, для текони, для всех бактерий, известен тот механизм, благодаря которому они приобретают свою специфическую форму. Есть такая бактерия, это стелла бакуалята, имеет очень красивую форму звезды Давида, но, к сожалению, никому так до сих пор не удалось объяснить тот молекулярный механизм, который обеспечивает образование ее простек. Известно только то, зачем нужны эти простеки. Если стелла попадает в следу богатую питательными веществами, простеки или укорачиваются, или исчезают. Если она опять оказывается в привычной для себя бедной питательными веществами среде, простеки во всей красе появляются вновь. Далеко не все бактерии используют те механизмы или подобные тем, для изменения в своей морфологии, о которых мы с вами уже говорили. Всем известные спирохеты имеют жгутики, которые, в отличие от нормальных бактерий, расположены у них не снаружи клетки, а между двумя мембранами, которые окружают клетку. Надо сказать, что две мембраны для бактерий это не редкость, они есть у холермарабриона и тому подобное, только спирохеты используют по другому образом. Жгутики у бактерий сами по себе спиральные. В результате чего? В результате того, что жгутики находятся между двумя мембранами клетки, фактически клетка как бы накручивается на них и обитает спиральную форму. В отличие от спирил, о которых мы уже ранее говорили, в данном случае клетка становится не просто спиральной, но еще и гибкой. Спирилы, хеликобактериобиолитные, они жесткие. Классический пример собственностатской бактерии бледная, печально известная спирохета. Есть еще одна интересная группа бактерий, которые, в отличие от тех бактерий, о которых мы говорили до этого, полностью, практически, отказались от клеточного деления. Я говорил о двух механизмах, об обитении морфогенеза в вариации формы и размера. Эти бактерии пока не перейдут к образованию спора, они вообще практически не делятся. В результате чего клетка представляет собой длинную такую вот колбасковидную структуру, которая нарастает с концов и периодически ветвится. У этих белков нет, у этих, прошу прощения, бактерий. Белок МРГБ есть, но он не образует той спирали, которую она образует в кишечной палочке. Непонятно, зачем он вообще им нужен. Особый белок диф-ива, который находится на концах вот этих вот веточек и который обозначен зеленым на картинке, образует кольца на растущих концах клетки и, соответственно, способствует там отложению мурина. Клетка растет с концов. Получается такой вот плазин-многоклеточный организм, потому что хромосомы еще и параллельно делятся и остаются вдоль вот этих вот трубочек. Что можно интересно рассказать о стриптомицетах, это они выделяют вот это самое вещество гиосмин, который определяет характерный запах после дождя, а еще они продуцируют почти половину всех известных на сегодняшний день антибиотиков. Поэтому бывает такая неприятная ситуация, когда у человека, например, инфекция, вызванная стриптомицетом, лечить ее очень трудно, потому что этот стриптомицет сам по себе много антибиотиков продуцирует. что мы сегодня узнали. Первое. Разнообразие форм бактериальных клеток связано с разнообразием условий обитания и связано с разнообразием физико-химических свойственных клеток. Второе. Приведение в соответствие свойств физико-химических самой клетки и условий ее обитания обуславливается революционным процессом. Благодарю за внимание. Вы можете задавать свои вопросы. Я внимательно выслушаю и постараюсь ответить. Я тогда начну. Слушай вас. Если провести такой эксперимент, поместить одного вида бактерий в одну питательную среду но с разными формами, то, соответственно, те бактерии, у кого будет более вывершенная форма, начнут быстрее размножаться и в конечном счете захватить пространство. Правильно? Секундочку. Вы имеете в виду один вид бактерий с разными формами клетки в атаксбеллерге? Собственно говоря, один вид бактерий, как правило, имеет фиксированную форму клетки в норме. Для того, чтобы получить один вид бактерий несколько штаммов одного вида с разной формой, это надо получить несколько мутантных штаммов. Такое действительно делают. То есть это можно сделать и провести такой эксперимент? Технически, да, это можно. И, насколько я знаю, такой эксперимент подобный, по крайней мере, проводился с хеликобактером. Получали мутантный штамм хеликобактера не спиральный, не имеющий спиральной формы, культивировали на вязкой питательной среде и выяснялось, что не спиральный хеликобактер банально медленнее двигается, чем спиральный и, соответственно, хуже колонизирует среду. И в отдаленной перспективе такие микроорганизмы естественно вымирают. Надо иметь в виду, что есть два типа конкуренции, активная и пассивная. При активной конкуренции все очень просто. Один микроорганизм убивает эрой, например, при пассивной один микроорганизм вымирается со статистических причин, это достаточно сложная вещь, и теоретически он, в принципе, может и не вымереть, чисто из-за случайных причин. Как действуют антибиотики? В зависимости от конкретного антибиотика. Самый распространенный, самый, грубо говоря, кондовый пример антибиотика это так называемый беталокраммный антибиотик. Вот эти, есть категория белков, которые обеспечивают встраивание новых субединиц в кептидокликан. Я как раз об этих белках говорил. Беталокраммные антибиотики, они содержат в себе так называемое беталокраммное кольцо, которое биопс, занимающийся, скажем так, построением мурина, принимает за очередную деталь, пытается встроить муриин, но это кольцо необратимо блокирует активность самого фермента. В результате чего бактерии, которые растут в среде с пенициллином, теряют возможность расти, через некоторое время пептидокликановая стенка перестала расти, а клетка в результате этого она через некоторое время банально лопается и клетки гибнут. Для других антибиотиков, например, хлором фиников, известный как левомицетин, известна способность к блокированию синтеза белка. Собственно говоря, очень длинная доля антибиотиков, они как раз действуют либо на как-то влияют на синтез белка, либо как-то влияют на синтез клеточной стенки. И в этих обоих процессах эти оба процесса очень сложные, там есть много мест, на которые можно повлиять и, соответственно, говоря, вот это все для каждого из этих процессов есть куча антибиотиков, которые влияют как-то повреждая или тормозя какой-либо из этапов. Я ответил на ваш вопрос? Да, слушаю вас. Скажите, будь ласка, чесная залежность від типом клетинной стенки и формы бактерий? Вы имеете в виду тип граммоположительный граммотрицательный? Да. Такая форма зависимости есть, но она, к сожалению, довольно-таки неочевидная. Например, замечено, что среди бактерий с граммоположительным типом клеточной стенки нет вибрионов или практически нет. По крайней мере, ведь асходу вибриоидных и спирил в том числе тоже среди граммоположительных бактерий нет. Можно еще сказать о том, что у бактерий клеточной стенки это мекоплазма, у них тоже формы как таковой нет, я тоже об этом кратко говорил. То есть они очень, на препаратах микроскопических, они, как правило, кокоидные, но когда препараты готовятся из культуры выращивания инвива, в мазках, допустим, в пробах инвива из живых организмов, которых не паразитируют, там они надо приобретать самые разнообразные формы и первым исследователем вообще напоминали грибы. Собственно, почему микоплазмы так и назвали, хотя грибам они никакого отношения не имеют. Да, слушай вас. Какой ваш любимый вид бактерий и почему? Мой любимый вид бактерий, знаете, таких видов наверное даже два. Это стелла, о которой я говорил. Вообще загадочная бактерия, она известна очень давно, но почему-то вот до сих пор никто, грубо говоря, не почесался, чтобы выяснить, почему она такую интересную форму имеет. Не знаю, наверное, это даже в какой-то степени аргумент против комитета 300. Второй микроорганизм это десульфомакулем, вот нигде, я вот забыл его название, прекраснейшее существо, которое, во-первых, громотрицательное и при этом образует эндоспоры, ну, коллеги, как говорится, оценят, в чем прикол. Во-вторых, оно по последним данным выживает после трех автоклавирований в течение часа при одной атмосфере, 121 градус. По-моему, очень даже достойно любить, так сказать. Спасибо. Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо, Леонид. Спасибо. 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 Продолжение следует...